всем привет и в этом туре я играл алексея белецкого ну шахматист уже тоже достаточно возрастной седой плохо что тур начинался 10 утра я просто не не успел проснуться если честно хотя по дебюту получил очень быстро решающий перевес но меня удивило что алексей пошел в биноле думаю ладно вот здесь я задумался достаточно надолго и я сидел и вспоминала чего вообще в моей практике не было в базе вроде кони в 3 слоны в 4 и 3 h3 я играл казахстане партия попала в базу они в 3 же 3 у меня были целые три там тренинги думаю ладно пойду-ка я в самый острый вариант самый принципиальный самый острый из-за него биноле сейчас играть очень не любят черное но противник играет очень уверенно шахку не в д7 здесь я опять призадумался есть неплохой ход а4 после ферзь h4 g3 мне не я долго вспоминал проход ферзь е7 тут в любой момент черные могут сожрать пешку на е4 ну и скорее всего очень быстро проиграют потому что без слона же 7 черным тут конечно работать тяжко вот есть интересный ход слон d3 есть интересный ход слон е2 но я пошел кони в 3 и после но противник играл очень уверенно а6 слон d3 b5 рокировка рокировка когда я готовил партию к комментированию в ролике я обнаружил что никто овечкин дважды играл в этой позиции а3 в титульных вторниках ну конечно как можно вспомнить титульные вторники и дважды выиграл а3 после b4 a b cb стоп нет это не моя партия а в моей играли значит не b4 в одной партии играли конь b6 нет ни конь б сей слон b7 совершенно идиотский ход и у черных просто очень плохая позиция чернопольного разменяли белопольный зачем-то выходил на b7 и хотя от него черные избавились слон c2 как вы видите ожил и очевидно что это не тот кажущийся туповатым упирающимся в собственные пешки е4 d5 слоненок ну и в общем здесь я потихоньку партию выиграл хотя может быть где-то мог выиграть ее более убедительно партия длилась 57 ходов и еще в одной партии значит против меня играли сейчас расскажу как то есть я играл а3 в двух партиях сейчас секундочку я просто вклеил чуть больше партии чем надо значит вот слон b7 до а3 играл карлсон недавно против самого матвея гальченко в титульном вторнике и обыграл его где-то еще одна была партия может быть она настолько неважно что я ее куда-то не туда вклеил ладно ну не имеет значения в общем вот а3 нормальный я его дел король h1 тоже хороший ход c4 слон c2 конь c5 в этой позиции применявшиеся моисеенко ромейном эдуардом в серьезных турнирах на чемпионате европы моисеенко сыграл эдуард ромейн в дубае опен играл f5 и похоже что это практически выигрывает партию слон идет на же 5 но опять же очень неплохо от а3 и если слон же 4 то просто слон идет на d4 так играл рустам куснуть дина понятно что же в титульном вторнике обыграл матеуша бартеля но вот в этой позицию белок конечно очень большой перевес слон c2 фигура выглядящая пассивной но после f5 кажется что вообще его невозможно оживить проблема черных в том что они не могут пойти f6 немедленно белая лошадь отправится на е6 вот коль на е5 конечно красавец но учу черных проблема вот оба коня работают здорово а обе ладьи спят ферзь спит то есть пространство явно не хватает белой перевели коня на g4 то есть мне вообще понравилось как играл здесь рустам удалил пешку c4 то есть у черных не стало опорного пункта d3 и хотя до победы еще далеко но вот уже лишнее качество и потихоньку рустам куснуть дина здесь выиграл ход слон е3 тоже возможен и статистика у него просто великолепно особенно после b4 слон бьется 5 я сделал сильнейший ход значит теперь если взять коня то после ну вот эта позицию черных безнадежно меняются чернопольные теряются обе пешки c4 и b2 поэтому ответ dc обязательный коня 4 в этой позиции встречалась только коль d7 и после ферзь е2 тут белая достаточно убедительно прорвались по центру и потихоньку выиграли в чемпионате испании еще в девянос третьем году сыграна партия вот мой противник сыграл слон деси но коль бьет c5 нормально слон b2 ладья b1 понятно что если черные сыграют c3 слон b2 никогда в жизни не выйдет а пешки никуда не пройдут но поэтому последовало слона 3 я видел идею коль d7 коль d7 е5 движок оценивает что здесь у белок плюс 2 с лишним черные не могут сыграть f6 и закон бьет h7 и потом ферзь h5 с матом ну и все мощнейшая централизация обеспечивает белым решающую атаку совершенно без какой-либо контр игры со стороны черных ладно я пошел ферзь d4 слон b5 конь е5 и здесь все равно перевес белых очень большой то есть я понимал что централизация не может быть плохим решением и после конца 6 сильнейший ход f5 ладья f3 это все первая линия пешки здесь я понимал что у меня выиграна но не понимал насколько и зевнул серьезную тактику конечно d6 заканчивается партию сразу дело в том что ферзь и королевский фланг теперь разлучены и после b3 fg черным плохо нельзя бить fg за ферзь d5 шах на король g7 конь е6 а на король h8 ладья f1 и висит на f8 то есть черные не успевают взять на c2 то есть белые не просто забрали ладью на 8 они сейчас едят на f3 будет грозить мат ферзь f8 то есть белые еще и матуют ко всему а если взять аж это после ладья h3 эту идею я видел f6 ферзь d5 шаг снова выясняется королем некуда ходить на король g7 конь е6 и все потерялась ладья f7 закрываться нельзя и за ферзь бьет а8 то есть маразм я искал в этой позиции идею со взятием на g6 кстати даже немедленно и все было интересно вот и не нашел сделал ход е5 от слабый тем не менее после b3 коль бьет b3 я слишком пессимистично здесь конечно надо было пойти ладья g1 оставить активного ферзя активничать то есть c1 ферзь ладья бьет c1 и пошли прорываться е6 позиция белых все равно с перевесом я сыграл ферзь g1 и вот этот важный темп позволил черный получить чуть худшую игру мощные белые пешки конечно обеспечивают комфортный плюсик я понимал что надо пойти ферзь е4 для меня не так но сразу ферзь е4 не охота ходить первый ряд слаб для меня не доперло что надо сначала е6 взорвать угрожает еф и в же ладья б7 и белые просто матуют вражеского короля поэтому надо бить фе ну и после ферзь е4 и вот только теперь форточка несмотря на то что у белых под боем пешка f5 там но у черных висит слон на едва до пешка е6 и ладья б7 угрожает страшная ладья б7 после чего ну или ферзь е6 ладья б7 черного короля вообще не спасти вот я просто зевнул ходом h3 слон c4 d6 но вот эта позиция все еще белых нормально стоило только скромный ход ферзь d3 сохранить вот эту пару е5 d6 в связке ну и черным надо жертвовать слона за нее ввиду того что белые неизбежно произведут размены на королевском фланге раскроют черного короля позиция просто ничейная у черных получше но белые легко держат ничью я увлекся ходом d7 на этом цирк не закончился ладья d8 ферзь d5 ладья b1 король h2 и тут он пошел ладья b5 после и после ферзь c6 эта позиция все еще выигранные у черных вдруг неожиданно последовал ход gf ход gf настолько слабый ну уже был обоюдный цикнут уже оба ошибались и я ответил не менее слабым понятно что после a4 ладья вроде должна заезжать слона но после ладья a5 ферзь c7 черные сдаются поэтому заезжать слона нельзя его надо отдать ну и белым гарантирован вечный шаг у белых готова вперед отправиться пешка hd6 у черных абсолютно все пешки слабы и здесь очень комфортно и для белых равенство то есть одна неточность со стороны черных и черные окажутся слабейшей стороной белым вечный шаг вообще везде гарантирован вот но я взял на 6 это позиция уже безнадежная только черным очень важно поставить ладью по шестому ряду все алексей это нашел и партия ну дать дальнейшее комментировать смысла нет был цвет ноты я делал ходы просто чтобы их сделать сдаваться не хотелось а так объективная оценка здесь по движку минус шесть с половиной все пешки теряются в белых и король попадет под матовую атаку это как бы нормально какие выводы ну играть я еще могу то есть а вот над реализацией перевесом надо поработать потому что ну вот здесь коль бьет d7 е5 это было изначально в моих планах а ферзем здесь например вообще бить нельзя потому что ф5 е5 и просто белое разрывают ладья конь и слон никогда не примут участие в защите короля у черных вот дальше вот в этой позиции конечно d6 обязан был исполнить потому что очень простое решение и оно в духе предыдущей игры то есть идея уже и матовая атака то есть я отлично понимал что именно так как-то и надо мне где-то fg ладья h3 сыграть и не поднял ход d6 но что радует радует что я все-таки получил вот такой дипломчик так на котором четко написано я стал старпером но среди младших ветеранов шестидесятого семьдесят четвертого года рождения я занял второе место если бы я выиграл я бы попал основные призы ветераном бы себя не ощутил сейчас ощущаю и поэтому готовится чемпионату мира намерен очень упорно однозначно будет я верну режим час тактики то есть каждый день буду решать на камеру я пока только не решил с понедельника с воскресенье или со вторника дальше я подумаю насчет участия в титульных вторниках потому что практика все равно сильными шахматистами какая-то нужно перед этим турниром и у меня 29 по моему сентября выезд в екатеринбург на очередной финал как сказать четверть годового марафона вот и из живых турниров это пожалуй последний турнир которыми я сыграю до чемпионата мира надеюсь что он чемпионат мира я тоже попаду сейчас еще виза управляется плюс я надеюсь что не будет проблем с пересадкой в стамбуле у меня найдутся деньги на гостиницу пока что их нет но это ладно это мы найдем будем искать об этом в каком-нибудь другом в стриме каком-нибудь расскажу все сейчас всем спасибо в общем турнир прошел и это здорово